Здравствуйте! Я даже прям не знаю, как и начать сегодняшний рассказ. Я вам сейчас расскажу о том, как практически непонятно и не ясно никому до сих пор, как же можно сделать атомную бомбу. Сейчас вам расскажу. Вот на фотографии. Это фотографии электронной лампы. Электронные газонаполненные лампы, которые называют обычно Крайтон. Эта лампа была создана во времена Второй мировой войны для коммутации больших потоков энергии. Ну, например, в радиолокационной технике. Вот ее схемка. Очень простая. Посмотрите, что это такое. Это же триод, да, скажет опытный человек. Внизу катод, вверху анод, средине управляющая сетка, а вот там внизу это поджигающий электрод. Это лампа газонаполненная. В ней разреженный газ благородный. И вот, значит, этот поджигающий электрод в нужный момент времени поджигает разряд. И это позволяет сразу дать большой импульс тока. Ну, например, на радиолокационную станцию. Вот такого рода вот изделия всегда считались стратегически важными. Но, обращая внимание, они газонаполненные. И вот, представьте себе следующую информацию. В ядерных зарядах, в ядерных боеголовках используются такого рода приборы для того, чтобы одновременно подорвать много-много детонаторов, которые должны обжать ядерный заряд плутониевый, например, который приведет, значит, к ядерному взрыву. Или сблизить друг с другом отдельные элементы, значит, уранового заряда, которые придут к тому, что будет превышена критическая масса, и произойдет взрыв. Ну, вы понимаете меня. Вот. Вот так вот. Но, один маленький нюанс. Эта лампа должна быть способна работать в условиях больших потоков ионизирующих излучений. Вообще, всякая ламповая техника, вакуумные приборы ламповые, они очень стойки к радиации. В них же нет полупродниковых приборов? Нет. В них же нет газа? Нет. А тут газ есть в этом Крайтоне. Так вот, достоверно известно, что для коммутации сетей подрыва ядерного боеприпаса используются вот такого рода лампы, Крайтоны, да? Но не газонаполненные. Как же? Как же они работают? Вот это невозможно себе понять. Вот вам объяснили. Вот как работает Крайтон, вот это газонаполненная лампа, искровой разрядник. Поняли? Поняли. Ну, вот теперь выкачиваем газ, она все равно продолжает работать. Как? Вот никто не знает. Поэтому я вам честно скажу, как сделать атомную бомбу, вот так у нормальный человек, получивший физическое образование, и не допущенный к секретным, почему к секретным, к документам особой важности, это ОВ называется особой важности, овеянные документы, он вообще не знает, как сделать атомную бомбу. Я, например, не знаю, вот честно вам скажу. Так вот, тем не менее, значит, уходят всегда слухи, что где-то какая-то маленькая, но гордая страна разработала и испытала ядерное оружие. О, посмотрите, остров. Остров. Вот он, остров в Атлантическом океане. Остров Бюве называется. Пишется так вот, Бювет. Бюве – это французский мореплаватель, который первым его видел. Размеры острова всего так в диаметре километров семь. Это такой вот кусок льда, который взгромоздился на какую-то гору, да, подводную гору. Остров заменит тем, что по утверждениям, значит, спутников, которые летают вокруг Земли, где-то в районе этого острова были проведены испытания ядерного оружия. Вспышку видели. А может, и метеорит из космоса взлетел, взорвался. Кто его знает? Ну, видели вспышку. Ну, грешат на кого? Южную часть Атлантического океана на Южную Африканскую республику грешили. Южная Африканская республика признала, что имела ядерное оружие, теперь у нас его нет, говорят они. А вот были там испытания, не были? Скорее всего, нет. Но остров очень загадочный. Дело было в 60-х годах. Недалеко от этого острова затонул корабль. Шлюпка с этого острова причалила кораблю к этому берегу. Все у них на шлюпке было. Они все это собрали в центр острова. И куда-то все пропали. Вот куда все пропали, никто не знает. Вот такая тайна острова Бюве. До свидания. Всех благ.